Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Черкесске временами дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, а днем 5-7 градусов тепла. Уникальная площадка для соприкосновения креативных идей молодых ученых из разных регионов страны. В Качагу имени Умара Алейва прошел форум молодых экономистов и управленцев наук на высоте. Данный проект является победителем конкурса молодежных проектов СКФУ среди физических лиц в 2021 году. На мероприятии обсудили насущные проблемы и нахождение оптимальных путей реализации наиболее прогрессивных тенденций развития экономики. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Данный форум – прекрасная возможность молодым экономистам обменяться своими научными материалами, отмечают организаторы. От имени ректора Качагу участников поприветствовал проректор по учебной работе Мурат Чанкаев. Он подчеркнул, что развитие любой науки зависит от молодых специалистов, которые смогут привнести что-то новое для развития экономики и управления современной России. Те шаги первые, которые вы здесь будете делать, вы уже сделали, дальше вам помогут и в карьере своей роста, и в жизни. Примером вам вот наш уважаемый президиум. Всегда помните о том, что иногда говорят там, а какая экономика в России, третья, четвертая. Но если экономика такая, которая вам не нравится, почему везде висят объявления требуются на работу, требуются на работу, требуются на работу. То есть тот, кто хочет, он всегда найдет работу. На пленарном заседании форума доклада участников были посвящены потенциалу развития и факторам торможения российской экономики. Представители поднимали темы, касаемо государственного регулирования рынка труда, а также влияние пандемии на экономику России. Несомненно, сейчас принято считать, что тяжелая экономическая ситуация связана с коронавирусом. Наверное, с этим можно и согласиться, но вместе с тем я хотел обратить ваше внимание, что еще в 2018 году группа ученых Семенного банка говорила о том, что в 2020 году прогнозируется кризисная ситуация в экономике. Они исходили, если вы помните, из экономической теории, кондратьевские волны. Это дальше у нас были волны Китчина, Жубляра. Сегодня на базе этих теоретических исследований предполагалось, что к 2020 году в мировой экономике развивает кризисная ситуация. В свою очередь, доцент кафедры налогов и налогообложения Чеченского государственного университета имени Ахмада Кадырова Диана Курзанова поприветствовала всех участников и пожелала плодотворной работы. Вопросы, поднимая на сегодняшний день, сегодняшняя конференция имеет важнейшее значение не только для развития науки общества Карачаева-Черкесии и всего Северо-Кавказского региона, но и для будущего всей нашей страны. Выражая искреннюю благодарность организаторам конференции, хочется особо подчеркнуть давные и тесные узы дружбы и сотрудничества, связывающие наши университеты. Это служит подтверждением и отражением добрых взаимоотношений наших народов. Студенты задавали свои вопросы выступавшим ученым, а также активно обсуждали вопросы, которые касались инструментов для развития экономики России. Форум проходил и в формате секционных заседаний, где студенты по своим направлениям выступали научными работами перед профессиональными экспертами. Алиханепшоков, Аслан Гирюгов, Вести, Карачаева, Черкесия. В Хабизе открыли памятник известному скульптору, заслуженному работнику культуры Хатызе Аминовичу Кемрюгову. В наших сюжетах мы часто освещали события с открытий памятников и монументов по всей Карачаева-Черкесии, автором которых являлся Хатыза Кемрюгов. В этот раз памятник поставили самому скульптору в его родном ауле. Фатима Таурова побывала на месте события. Белая ткань прикрывает бюст скульптора Хатызы Кемрюгова. Еще пока не началась официальная часть церемонии открытия, а люди все подходят и подходят. На импровизированной выставке представлены творческие заготовки мастера, макеты известных скульптур автора. В республике мало кто не знаком с его работами. Это первый в России памятник афганцам, установленный в Хабезе. Памятник милиционерам, погибшим на боевом посту перед зданием МВД в Черкесске. А еще памятники композиторам Аслану Даурову и Султану Седакову. Мемориальный комплекс в Малом Зеленчуке. Памятник матери черкешенки, приютившей детей Ленинграда. И много других скульптурных работ по всей республике. Он был любимцем народа, улыбающийся и в радости, и в горести с нашими людьми. Очень символичное, что сегодня памятник открыли на территории нашего прекрасного дворца культуры, в котором находятся плоды его труда. Аслан Дауров, Султан Седаков. Напротив, первый памятник афганцам в Советском Союзе. Трудно перечислить весь перечень его работ. Я имел счастье знать, дружить с ним. В каждом выступлении сквозила теплота, воспоминания от знакомства, общения и сотрудничества с Хатезой Кемрюговым. Кто-то его знал как друга, кто-то как коллегу, а многие как учителя и наставника, чьи советы до сих пор применяются в жизни учениками. Я восхищалась всегда им как человеком, как скульптором. У него замечательное образование питерское было. Я все годы, вот 30 лет, я как создала это отделение, мечтала к себе забрать его в штат, чтобы он преподавал. И он приглашала на наши цикловые комиссии, когда наши выпускники готовили работы перед выпуском. На защиту он приезжал. Он очень скромный человек, очень тактичный. Он оставил о себе такое прекрасное мнение. Очень жалко, что мы не успели вместе поработать. Бронзовый бюст мастера выполнил его однокурсник и близкий друг. Заслуженный художник России, член-корреспондент Петровской академии науки и искусств Александр Крутиков. Их жизненные пути соединились в годы учебы в Ленинграде, а преддипломную практику прошли в Новосибирске. Александр остался там жить и работать. Ахатызу Аминовича позвала родина и желание приучить аульских детишек к высокому искусству и научить их секретам своего мастерства. Бронзовый бюст. И он сделал так, как сам Кемлюгов мечтал. Он не любил вообще пиджаки, галстуки. Был самый простым. И мы ему к фотографии последние. Он сам у нас бывал в гостях. И он сказал, я буду любить его таким, каким я его помню последние, последнюю нашу встречу. Он таким его и сделал. За что я ему всю жизнь буду благодарна. И действительно, с высоты пидестала на нас смотрит человек с самой широкой души своим открытым и добродушным взглядом. Легкая улыбка скользит по бронзовому лицу, как настоящая. Хатеза Аминович всегда так улыбался, занимаясь своим любимым делом. В своей крошечной мастерской он творил народное достояние республики. Фатима Даурова, Марина Кушпова, Расул Бердьев. Вести. Карачаево-Черкесия. Хабес. В Грозном прошел всероссийский конкурс военной и патриотической песни «Мелодии Победы». В этом масштабном мероприятии приняли участие более 200 исполнителей со всех уголков России. Наша землячка-солистка Государственной филармонии Татьяна Бакиева завоевала гран-при этого фестиваля. И в эти минуты в нашей студии победительница конкурса «Мелодии Победы» расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о выборе песен для конкурса о своем коллективе «Любава» и поделится творческими планами. Доброе утро всем. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. И сразу хочу поздравить вас с такой очень хорошей, замечательной, приятной победой на всероссийском конкурсе военной и патриотической песни «Мелодии Победы», насколько я знаю, конкурс-фестиваль назывался, проходил он в городе Грозном. И не просто победа, у вас гран-при. Понятное дело, что гран-при просто так не дают. За что вы получили эту награду? Что вы исполнили? Спасибо за поздравление. Конкурс проходил, да, в городе Грозном. Проходил он в два этапа. Первый этап был подача заявки и прилагалось видео с каким-то выступлением, не обязательно с конкурсным, просто для ознакомления с конкурсантами. И после этого следовало приглашение на второй этап, непосредственно, который проходил в городе Грозном. Приехали мы с моей руководительницей Амаевой Амина Трамановной. Нас очень гостеприимно встретили. Город очень красивый, я была впервые. Уровень проведения очень высокий. Вообще люди очень приятные, гостеприимные. Город впечатляет, конечно, своими масштабами и красотой. Это, конечно, первое впечатление было очень приятное. Конкурс проходил во второй день, само прослушание проходило во второй день. В течение всего дня жюри прослушивало всех исполнителей. Там была возрастная категория до 25 лет, из 25 до 35 лет. То есть это были и солисты, и ансамбли. Очень много было интересных коллективов. Из Ставрополя, из Подмосковья, Псковская область, Калининград. То есть действительно все Россия. Да, очень много было интересных представителей, из больших, крупных, интересных музыкальных театров. Но гран-при у вас? Ну, в каждой номинации был гран-при, да. В своей номинации, возрастной, соло я получила гран-при. Что вы исполняли? Исполняла две песни. Это песня «Рябина» и «Ах, если бы земля умела говорить». Это песни патриотические, авторские, военная тематика. Все, как говорится, все, что нужно было представить на этом конкурсе. А кто помогал вам этот репертуар создавать? Я сама, конечно. Я знаю, что 200 человек, даже более 200 человек было. Да, вообще, мне кажется, любят ездить в Грозный на конкурсы. Они пробудят очень много интересных, разнообразных конкурсов. И артисты, исполнители, зная их гостеприимство, конечно, стараются попасть к ним, посмотреть, обменяться опытом. И изначально на первом этапе было больше 200 заявок на этот конкурс. А на второй этап, уже непосредственно в Грозном, у нас было человек где-то, ну, солистов, где-то человек 40, может, 45. И коллективов, 8-10 коллективов. Очень интересные были ансамбли. И солисты были очень такие разнообразные. Были и самодеятельные. То есть это не конкурс профессионалов, это конкурс именно патриотической песни. Были девочки, которые просто, ну, поют в ДК каком-то, в краевом своем, и хотели себя попробовать в своей возможности. Также были высокопрофессиональные девочки и солисты филармоний, государственных филармоний. Да, да, то есть разнообразный профессиональный уровень был. В вашем репертуаре много военно-патриотических песен? Ну, достаточно разнообразно. Я знаю, что не так давно вы относительно работаете в нашей государственной филармонии, третий год. И, конечно, хочется узнать побольше о вашем песенном творчестве, вообще о вашем репертуаре. Как подбираете репертуар такого направления песни в вашем репертуаре? Я пою филармонии в ансамбле казачьей песни «Любава». Естественно, преимущественно у нас это фольклорный или казачий репертуар, казачья песня. Подбираем, ну, в основном это, конечно, то, что любит народ, то, что на слуху, то, что люди могут на концертах и подпеть, и потанцевать. Народное. Народное, да. То, что близко всем, не только русскому народу, а народу, который населяет нашу многонациональную республику. Это всегда будет близко, понятно. Вот. Кроме этого, конечно, мы интересуемся и другим репертуаром, скажем так, стилизованным. Что-то современное, стилизованное, подрусское, поднародное. А как песня вошла в вашу жизнь? Ну, я занимаюсь музыкой с детства. Это было уже как-то определено изначально, мне кажется, моими родителями. И в дальнейшем уже мой путь был определен. Это была музыкальная школа, консерватория, училище, все это было. А где вы заканчивали консерваторию? Консерваторию я училась в Ростове и сейчас, кстати, поступила в ГИТИС, в Театральный институт на звукорежиссуру. А почему звукорежиссер? Мне интересна эта профессия, я этим занимаюсь тоже. Может быть так статься, что вы поменяете свою профессию? Да, возможно. Ну, или хотя бы дополню ту профессию, в которой я сейчас нахожусь. Как бы лишним не будет. Танечка, конечно, хотелось бы о ваших творческих замыслах каких-то узнать, о замыслах вашего коллектива на ближайшее время. В нашем репертуаре достаточно много уже песен разнообразных. Но, конечно, каждый год мы пополняем свой репертуар какими-то новыми или хорошо забытыми старыми песнями, которые пытаемся как-то, может быть, освежить и переложить, сделать современное переложение. В общем, чтобы было интересно слушателю и современному, и не только взрослым людям, которые... Планируете концерты, насколько я понимаю? Концерты, конечно, у нас постоянно проходят какие-то концерты. Это и сольные концерты нашего ансамбля, и просто тематические концерты, в которых мы тоже так же участвуем с разнообразными песнями. Кстати, после участия моего в этом конкурсе стали поступать разнообразные предложения поучаствовать в других конкурсах. Это очень интересно и другого направления, не обязательно там патриотической или тематической какой-то направленности. Вот в Оренбурге будет интересный конкурс народной песни. Ну, не знаю, если я успею, я бы хотела попробовать поехать в свои силы. Там это уже конкретно будет профессиональный вокальный конкурс именно русской народной песни. Вот, также в Грозном будет проходить вот сейчас ближайший месяц, в октябре, в конце октября-ноября будет тоже конкурс фольклорного, интересного, там вообще очень широкий профиль фольклорного творчества. Да, там и художники, там и пение, там и все, инструменты представлены разнообразные, в общем. Ну что ж, я желаю вам дальнейших успехов и желаю, чтобы это была не последняя, конечно, победа в вашей творческой копилке. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»